На стадионе Гучкова в Дедовске прошел второй матч третьего сезона проекта «Выходи во двор». На этот раз легенды отечественного хоккея настроены решительно. После проигрыша в прошлом году команда намерена взять реванш и отыграться у любительской сборной городского округа Истра. Но сначала мастер-класс для всех желающих. Его в рамках проекта провел двукратный обладатель Губка Гагарина, звезда континентальной хоккейной лиги Сергей Коньков. Очень здорово, я очень рад, что такое большое количество ребят пришли, несмотря на такой мороз, вышли на улицу. И вспоминается сразу детство, когда я начинал еще тренироваться на улице, ходили в свободное время, играли до посинения, пока ноги не отсохнут, не замерзнут, губы не будут синить. Поэтому это очень радостно, и чтобы в одно день ребята гуляют на улице. Сильный мороз не испугал болельщиков. Согревала праздничная атмосфера и большое желание поддержать свою команду и увидеть кумиров хоккейного спорта. По правилам нет ударения, сразу будет буллинг. Это был пас на пятачок, и шайба не залетает в ворота. Выход один на один. Взятие ворот, что называется, продолжается. Один-один. Ну, пускай засчитают, конечно. Классно играют. Вообще я за «Спартак» болею. Хоккей – это сильные мужчины. У меня сын любит хоккей. Сын участвовал в мастер-классе? Нет, он чистый час. Я как бы хоккеист, и мне хочется увидеть события. А я просто хочу посмотреть, потому что много легенд приедет. Пока не тренируюсь, потому что я пока себе команду никак не могу найти. Но я пока другим спортом занимаюсь. У юных подмосковных спортсменов есть не только большое желание играть в хоккей, но и отличные перспективы стать настоящими профессионалами. Хоккей развивается в Московской области благодаря программам, благодаря Федерации хоккея Московской области. Поэтому у нас, если посмотреть, то много очень талантливых ребят, которые будут играть за нашу сборную, за наши команды, и будут радовать нас и всю Московскую область. Валерий Каменский, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира, не только рассказал нам о развитии детского и юношеского хоккея в Подмосковье, но и сам вышел играть на лед в первом составе. В команде с ним все известные имена. Олимпийские чемпионы Виталий Прохоров и Андрей Коваленко, чемпион мира и Европы Вячеслав Буцаев, звезды КХЛ, трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко, трехкратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина Дмитрий Калинин, двукратные обладатели Кубка Гагарина Сергей Соин, Рафаэль Батыршин и Сергей Коньков. В качестве тренера звездную команду традиционно возглавляет двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев. Мы не могли не пообщаться с еще одним участником команды «Легенд», уроженцем города Дедовск, российским футболистом, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, призером чемпионата Европы Романом Широковым. Всегда приятно возвращаться домой. Огромное спасибо легендам, которые всегда приезжают, с удовольствием показывают и мастер-класс, и потом на площадку уходят, тоже дарят зрителям удовольствие от своей игры. Свою цель – отыграть победу команда гостей достигла. Но хозяев поля, несмотря на их желание закрепить прошлогодний результат, это расстроило не сильно. К финальному свистку счет на табло был 3-2 в пользу легенд отечественного хоккея. Я считаю, что мы сыграли правильно. Счет 3-2 уважительно ветеранам хоккея, а два гола, которые мы забили, уважительно для нас. Был немножко у нас эпизод, защитник не справился, выбросил через пятак и, соответственно, пропустили. И легенды нас обыграли в этот раз. Но ничего, еще свое возьмем. Ну, я думаю, что таким составом надо было выиграть. По сумме двух игр ничья, ребят, все нормально. Мы же не могли два раза подряд выиграть. Ну что, смеетесь? С болельщикам спасибо. В такой трескучий мороз все пришли, поболели. Приятно. За Истру, за Дедовск. Все играют в разных клубах, все равно все за Истру, за городской округ. Поэтому собрались, сыграли. Чуть-чуть не повезло, но тем не менее, игра хорошая. Главное, праздник устроили жителям и всем остальным. Проект «Выходи во двор» стартовал в Подмосковье в 2022 году. Для Истры это был второй хоккейный матч в таком формате. И кажется, в следующем году реванш будут брать уже хоккеисты городского округа Истра. Болели за наших Юлия Троицкая, Николай Бегунков, Истра.РФ.